Всем привет! Сегодня воскресенье. Я вчера пропала из виду. Я просто не снимала видео, потому что, как вы сами понимаете, неделя гостей не может пройти бесследно. Я и убирала вчера, и готовила еду, и суп приготовила, чтобы дети хоть кушали нормальную здоровую пищу. Блинчики делала, котлеты жарила, кексы. Ну, много чего я вчера делала, и записывать мне некогда было. Да и Сережа тоже пришел вчера только в 9 часов вечера. Они вот устраняли эту поломку, но, слава богу, все сделали, так что все нормально. И сегодня Сережа опять на работе. Сегодня он уже в Ачамчире. Когда вернется, тоже не знаю. Но погода сегодня хорошая, сидеть дома не хочется, так что, может быть, мы даже сегодня еще поедем к моей маме. Максим вот только недавно проснулся. Сейчас чуть-чуть побегает, я его покормлю, потому что сразу после того, как он просыпается, он не хочет кушать. Вот, и может быть, мы с Дианой съездим к моей маме с папой, посмотрим, как будет. Я еще ей не звонила, мы вот с утра договаривались, что, скорее всего, поедем. Так что сейчас попозже позвоню, узнаю, как и что, какие у нее планы. Я сегодня наконец-то... Мари кричит. Я сегодня наконец-то вернулась к своему плану тренировок, к диете. Все, хватит. Я сказала, гостей больше не зовем, и мы в гости не ходим. Но сейчас пойдем к моей маме. У нас это никогда не прекратится, наверное. Вот, потренировалась сегодня. Посмотрим. Ну, самое главное, что я не тренировалась 10 дней где-то, и вот мы и кушали не совсем правильно питались эти дни, но ничего страшного. Самое главное, что я не поправилась. Я взвесилась, я как вот была 67 килограмм, так и осталась. Это единственный плюс. Вот, и сейчас я начинаю уже снова тренироваться, держать диету. Ну, Ксюточка, ты плясал. Ты плясал солнышко. Да, тебе хорошо спалось. Вот, начинаю снова держать диету. С понедельника, как говорится. Ну, я уже сегодняшнего дня, не с понедельника. Сто солнце. Вот. И я думаю, что прогресс должен идти дальше. Вы даже не представляете, кто сейчас сидит рядом со мной. И даже не пытайтесь отгадать с первого раза. Но здесь Сиана. Мы давно не виделись, и поэтому решили опять. Мы поехали к нашей, ну, к маме. Посидели там с детьми. Витя с Сережей на работе. И они вообще должны были освободиться, как бы, к 6 часам, к 7, наверное. И мы с таким расчетом шли к моей маме, что вечером мальчики будут ехать и заберут нас обратно. Ну, где-то в 7 часов мы им позвонили. В 7, да, где-то мы позвонили? В 6. Не, в полседьмого где-то мы позвонили к ним. Они сказали, что мы еще долго. Мы приедем где-то к 8 и полдевятого. И мы решили не ждать их. И приехали ко мне. Просто уже было прохладно. Дети на улице там гуляли. Наверх мы не хотели подниматься. Вот. Посидели чуть-чуть, поиграли. Там Диана перебрала свои старые вещи, которые выкинуть надо. Все. И я ничего не снимала. В принципе, и некогда было. Вот. И мы приехали ко мне. Ну, вернее, у нас был такой разговор. Мы дошли до остановки и стояли, ждали. И ехал троллейбус. И Диана говорит, если это тройка, я еду к тебе. Если это единица, то я еду на новый район. Ну, нам просто, в принципе, по пути. Нам и тройка, и единица. Нас все устраивает. И мы стояли, стояли. Приехали два троллейбуса. Первый был единица, а второй тройка. Одновременно на остановку. И я сказала, ну что, куда? Она стоит такая. Я говорю, ну поехали ко мне. Ну, вот так. Так что вышли мы на остановки и приехали ко мне. Мы шли на остановки, как будто бы где-то еще нужно было выйти. Алло? Вот так вот. Так что сейчас мы чуть-чуть посидим, подождем наших мальчиков, когда приедут. Просто Витя сегодня с Сережей поехали, ну, работать. Он раньше, Витя, тоже в этой сфере работал. И сейчас просто помогает им там на подработке. Вот уже полвосьмого, они еще в Ачамчире. Так что, когда они вернутся, еще неизвестно. Вот так прошли наши выходные. Муж я на работе, ну, вернее, мой муж на работе. Ну, и Диана на сегодня. Так, посмотрим, когда они приедут, соберут Диану и поедут домой. Сережа, наконец, уже дома. Он второй день подряд уходит с дома в 8 часов утра, а приходит ровно в 9, как по расписанию. Сегодня они очень устали. Что вы там делали? Расскажи людям. Мы проводили капель. Провели 2 километра 600 метров по столбам. Оптоволокно. Да. Сколько волокон? 48. Допрос. А еще Сережа, что рассказал вчера, вчера, да, вчера они, когда ездили на восстановление, там у них есть тоже ихний сотрудник, и он говорит, серый. Я, говорит, что увидел? Я случайно, говорит, нажал на видео, ценные в Нарте, и, говорит, я тебя увидел, я чуть не фонарил. Мы просто никому не говорили, что мы видим. Мы вообще, ну, как бы не распространяемся. Об этом знают только вот Витя с Дианой, Юля с Димой и Настя. Мы, ну, естественно, мои родители. Моя мама первая, кто узнал вообще, что мы решили создавать канал, я ей первой сказала. Она одобрила, и потом уже так и решили, что мы создадим его. Вот. И он говорит, я чуть не фонарил, когда тебя увидел, все такое, молодцы. Вот так вот. Так что уже потихонечку и здесь, в Абхазии, начинают узнавать, что мы снимаем видео. Я так и нигде и не в соцсетях ничего это не распространяю. Просто вот как есть чисто на Ютубе, и все, и больше нигде не, как бы не, даже рассылки никакие не делают. Вот. Уже у нас без пятнадцати двенадцать. Мы уложили уже Максима спать. Марик пока что-то ни в какую не хочет никак. И я решила выпить вот зеленый чай. Что-то захотелось. Кушать хочется, потому что выпью хоть зеленый чай без сахара с имбирем. Посмотрим. Может быть, аппетит уменьшится от этого. Просто первые дни после того, как кушаешь, тяжело очень. Но завтрашнего дня уже все. Вот. Что-то еще мы хотели. Что мы хотели рассказать? Я уже... Ну что, завтра мне пять-восемь. Да, а завтра... А Сережа мне говорит... Что-то он мне начал говорить и говорит, ну сегодня же понедельник. Я говорю, нет, Сережечка, сегодня воскресенье. Он говорит, как воскресенье? Я говорю, вот так, воскресенье. Он же просто работает сейчас без выходных, получается. Так что у него сегодня был понедельник. И завтра ему опять в восемь утра уже нужно быть на новом районе. Там забирать пацанов. И Витю, да, ты завтра тоже берешь с собой. И Витю еще с собой тоже берет на работу. Завтра я не знаю, что буду. Я сегодня... Вот, что я хотела сказать. Я сегодня начала ковыряться видео, которые у меня уже отсняты. И которые надо смонтировать. Это просто ужас. Там у меня даже видео есть, которые я полтора месяца назад снимала. Еще до создания канала. Так что сегодня я вот сейчас этим все время пока вот и Максима, Сережа укладывал. И пока вот Диана уехала, пока Сережа еще не была дома. Я занималась монтированием видео. Так что в скором времени ждите от меня поток видео. Я уже там штук пять, наверное, приготовила. Вот, и еще сегодня буду это монтировать, чтобы с утра выложить. А потом какое-нибудь из видео тоже выложу. Ну, короче. Все, будем прощаться. У меня еще там нужно смонтировать. А, вот это видео мне нужно смонтировать. Я так смотрю на телефон. Вот это видео мне нужно еще смонтировать. И завтра будет, наверное, много разных видео. Завтра, не знаю, буду снимать или нет. Посмотрим, как получится. Но монтировать мне очень много надо. Все, всем пока.